МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже сейчас можно с уверенностью говорить, все бомбы попали в цель. А мирные жители настолько довольны, что прячут под подушками портреты Путина. Жители сирийской Латакии сегодня вышли на улицы, чтобы во всеуслышание заявить «Шукран Россия! Спасибо!» Тем временем фашистующие укропы опять взялись за старое. Вообще, вы знаете, Украину по-человечески даже жалко, потому что жить в состоянии беспросветной клоунады тяжело и страшно. В Донецке экстренно проверяют все мусоровозы, ведь уже скоро правосеки замерзнут без дров, блокируя Крым. Острую нужду в дровах испытывают также майдановцы и правосеки, которые блокируют транспортные переходы из Украины в Крым. И решат согреваться войной с Гиви, Моторолкой и другими мирными жителями. Захарченко озвучил варианты развития дальнейших событий в республике. Киев выйдет из минских соглашений и возобновит боевые действия. Это лишь краткое описание новостей из Донбасса и Сирии в эфирах федеральных каналов России. Для полноты картинки не хватает разве что белых коней и балов с благородными гусарами в Дамаске. Вечерков. Ну а для тех русофобов, кто смеет сомневаться, в одной духовной стране создано что-то вроде Министерства самой правдивой духовной правды. Матвиенко предложила создать единый государственный сайт правдивой информации о России. И от таких новостей все распятые мальчики катались по полу от смеха. Объедливые блогеры предположили, что это самый правдивый сайт «Вы все врете». Но чтобы одним махом всех врагов России и матушки на колени поставить. Да, Россия снова вышла в топ новостей. О фронте вранья российской пропаганды прямо сейчас в антизон. Добрый день, коллеги. Сейчас на прямую связь с нашей студией выхожу я, Максим Гиселев, со мной Валентина Ивановна Матвиенко, спикер Совета Федерации Российской Федерации. Пока госпожа Матвиенко, которая сотоварищей так любит давать разрешение на ввод и вывод духовных российских вояк. Взвесив все эти аргументы, мы посчитали крайне своевременным и важным дать согласие на использование вооруженных сил Российской Федерации. Лишь вынашивает в голове идею Министерства правдивой правды, а лучшие работнички канала «Звезда» уже мечтают показать свой уровень на сайте «Вы все врете». Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать единый сетевой ресурс, который будет предоставлять всем русскоязычным СМИ правдивую информацию о российской политике. Можно смело предположить, что работа у этих воинов информационного фронта будет непочатый край. Вот, например, сразу нужно будет обязательно синхронизировать старые и новые методички, иначе как-то неудобно получается. На Украине тем временем появился свой Гитлер Югент, а как иначе назвать происходящее, в нескольких километрах от Киева. Там, в летнем лагере, националисты батальона «Азов» обучают малышей стрельбе и другим тонкостям военного дела. Вот же до чего хохлы детей довели. Негодовали в Омске и в Саратове. Это же надо, что удумали. Дают детям оружие собирать. Фашисты, блин, ну вот как с ними рядом жить? Девочек и мальчиков, младшим из которых всего 6 лет, учат разбирать и собирать автоматы, прятаться в укрытиях, ползать по-пластунски и стрелять во врага. Подобных сюжетов только в этом году федеральные каналы показали штупидисом. Но, видать, методички поменялись. И давайте посмотрим, что же там пробилось в информационные ленты на этой неделе. Во время игр дети участвовали в различных соревнованиях, включая сборку, разборку оружия, ползы с препятствиями. Девушки продемонстрировали отличные навыки метания ножа. Совсем еще юные девочки активно осваивают оружие. Небось опять Азов, да? Сознанием дела предположили зрители в Норильске, но тут случилось непредвиденное. Оказывается, дело-то было не в фашистовую укропии, а в духовной России. Школьники Донбасса приняли участие в российских военно-патриотических молодежных играх. Они прошли на территории полигона Подкова в Московской области 24 октября. Думаете, кто-то из них кричал «Ара, ужас! До чего детей довели?» Конечно же нет. Это же патриотки, красавицы, защитницы русского отечества. Ни любви, ни тоски, ни жалости. Девочки из Горловского военного клуба на полигоне в Москве. Но давайте вспомним, что же в точно такой же ситуации они рассказывали об украинских детях. Украинские неонацисты учат детей убийством. Двойные стандарты, говорите? Да врете вы все, русофобы. Ссылочки на сайт «Правды нет» по первому каналу не показывали. В общем, лесом идите, печенька едет. Покажите любую детину и скажите, что это украинская, и вот этот комментатор увидит в ней фашистов. Но потом скажите, ну вот, на самом деле это российская детина, он скажет, что это патриот. Ну, смотрите, какие нагарные, красивые, смелые, и он будет защищать свою большинство. Помимо вот таких неприятных обломов, много работы у сайта «Правдивая правда» от Матвиенко будет и по Сирии. Федеральные каналы уже, кажется, даже перестали записывать ходы. Сирийские военные источники подтвердили журналистам, что в этих районах не было мирных жителей, только радикальные группировки. Какой-то месяцок назад доверчивым зрителям четко дали понять, никаких мирных жителей под ИГИЛ вообще не живет. Сплошь одни террорюги. Остовы домов и ни одного мирного жителя. Вот уже третий год здесь скрываются террористы Аль-Каиды. Но прошло время и оказалось, мирные жители, может быть, и гибнут. А все потому, что радикальные исламисты вздумали ими прикрываться. Боевики в Сирии прикрываются мирными жителями, как живыми щитами. И все бы ничего, но сложновато как-то прикрываться теми, кого, по словам самих же российских каналов, на подконтрольных ИГИЛ территориях не было и нет. Понятно, что местные жители предпочли уехать подальше от таких соседей, побросав свои дома. На вопрос, когда соврали, тогда или сейчас, естественно, ответов не будет. Вот и на этой неделе теорию Геббельса о самой циничной лжи на практике доказывал вот этот товарищ. Российская Федерация вообще проявляет по отношению к Украине абсолютно необъяснимый для меня гуманизм. Три раза подряд российское государство спасало киевский режим. Против нас ввели санкции за то, что мы попытались приостановить кровопролитие. Этот поток сознания можно было просто разбирать на цитаты. Если Украина идет под списание, это территория, которая обречена стать даже не второй Болгарией, а второй Молдавией. Но больше всего порадовала свеженькая история о том, что же на самом деле случилось в Крыму в прошлом году. Это русская легенда российская, что вот мы такие умные пришли в Крым и воссоединились. Организовали спецоперацию, что мы все умные, все спланировали. Еще не планировали. Думаете, вежливые, раскосые, зеленые человечки и все дела? Как бы не так. Крым чуть ли не силой принудил страну смеющихся эскандеров присоединяться. Крым вступил в Россию вооруженной силой. И не надо рассказывать легенды. И тут, внимание, Украина как наиграется в фашизм, так аж побежит прямо по крымскому пути. Вот Украина, я боюсь, через некоторое время будет вступать в Россию точно таким же образом. И где там будет находиться новый столиц? Это большой вопрос. Чем занимаются врачи из психиатрической больницы имени Кащенко, упорно не замечая такого пациента, история умалчивая. Хотя, с другой стороны, на фоне других перлов из Крыма, от российской пропаганды даже вот такие бредни. Крым вступил в Россию вооруженной силой. Смотрится вполне гармонично. Главное, это подать зрителям все под правильным соусом. Вот и с замерзанием крымчан в стране газпромов и сибнефтей угол подачи был выбран просто шикарно. В этом году на полуострове возник дефицит дров для печного отопления, которым пользуются около 300 тысяч крымчан. История проста. В Крыму настоящий дефицит с дровами. И топить людям просто нечем. Но просто так рассказать о такой зраде значит порадовать хохлов с пиндосами. И что же получается на выходе? Без дров могут замерзнуть и те самые майдановцы, которые не пускают грузовики в Крым с территории Украины. Чем холоднее, тем больше дров требуется на обогрев активистов. Так вот оно что, Михайлович. Оказывается, вон 50 правосеков в Чангаре тоже мерзнут. И сразу же настроение как-то так берет и поднимается. Правда, станет ли от этого теплее мерзнущим крымчанам? Вопрос совсем другой категории сложности. После окончания замерзания правосеки, видимо, присоединятся к прибывшим в Одессу боевикам и египетам. И уже все вместе рванут кошмарить гордых новоросов. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» завезены на Украину с Ближнего Востока, чтобы воевать против ополченцев. Правда, пока кремлевская пропаганда лишь пугает лидеры боевиков, то ли после Яшки, то ли вполне серьезно обещают возобновление войны. Захарченко озвучил варианты развития дальнейших событий в республике. Киев выйдет из Минских соглашений и возобновит боевые действия. Тогда мы заберем свое силой. Понятно, что в Мариуполь или Славянск без войны Захарченко может попасть разве что в воронки, да после суда. И тут нужно разбираться, насколько серьезны вот такие обещания короля куриных ножек. Как военный и как мужчина я бы уже давно во Львове был. В Песках, Марьинке и Авдеевке снова стреляют. А ОБСЕ заявляет о свежих нарушениях перемирия боевиками. С железнодорожного вокзала подконтрольного Донецкой Народной Республики мониторинговая миссия слышала 65 взрывов, многочисленные очереди из стрелкового оружия и огонь из зенитных пулеметов. Что это? Возобновление войны или неуклюжие попытки отвлечь от бунта вот этих изголодавшихся оруженосцев покажет время. Но уже сейчас понятно, на полное соблюдение минских договоренностей со стороны этих персонажей вряд ли стоит даже надеяться.